Добрый вечер! Это программа «Балтия. Неделя» на телеканале «Настоящее время», 32-й выпуск. Как бы ни относились в странах Балтии к 9 мая, а относятся к нему здесь по-разному, все равно в Литве, Латвии и Эстонии день победы над Насыской Германией до сих пор отмечается громко и массово. Праздник, который невозможно не заметить. Мы заметили о феномене 9 мая и поговорим в этом выпуске. Победа по-эстонски – выйд, по-литовски – пяргали, у латышей – узвора. Как говорится в пословице, там, где правда, там и узвора. С вами в Рижской студии Евгений Эрлих. Сегодня в программе. Смотрите, кто пришел. Глава Пентагона прилетел в Литву, провел секретные переговоры и улетел. Эксперты гадают на кофейной гущей. В регионе около границ НАТО будет повышенная военная активность. Гром победы раздавайся. Или тишина, пожалуйста. 9 мая как фактор балтийской идентификации. Я просто не понимаю, зачем все это нужно. Мы в Латвии живем или где? Награда нашла героя. Сколько платят за боевые заслуги, победу или славу первой степени? Где в Латвии продают и покупают ордена Второй мировой? Не самый дорогой, так скажем, орден Ленина. От тысячи до двух. Такой хоккей нам нужен. Сборная Латвии равна канадцам и сильнее американцев. Спортивная сказка в трех турах. Последний рубеж противостояния НАТО и России. Так сегодня себя позиционируют страны Восточной Европы и прежде всего Балтийские республики. А как регион Балтии видится из Вашингтона? В Литву с визитом прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. Что на сердце у главы Пентагона? Репортаж из Вильнюса. Его зовут Мэттис. Джеймс Мэттис. Морской пехотинец, генерал в отставке. Фигура в американской армии легендарная. Будь вежлив, будь профессионален, но имей план на случай, если надо будет убить любого, с кем ты встречаешься. Так в 2003 году Мэттис объяснял своим морским пехотинцам тактику поведения в Ираке. Не зря за ним почти официально закрепились его боевые прозвища. Хаус, боевой монах или самая знаменитая бешеный пес. Будущий шеф Пентагона еще в юности решил посвятить себя военному делу. В итоге головокружительная карьера от боевого офицера до главы центрального командования армии США, а теперь и министра обороны. Ни семьи, ни детей, только служба. Известно, что критичнее всего Джеймс Мэттис относился к двум странам – Ирану и России. Россию политики Литвы неоднократно называли главной угрозой безопасности, так что визит главы Пентагона в Вильнюс – непростая формальность. Но реальное содержание переговоров пока – завеса тайны. Экспертам остается лишь гадать. Я думаю, что происходит договор о конкретных мерах. В первую очередь они связаны с предстоящими осенью российскими учениями Запад. В регионе около границ НАТО будет повышенная военная активность. Без сомнений, это уже сейчас вызывает беспокойство балтийских стран. И не случайно руководство этих стран радо присутствию здесь военных НАТО. Возможно, они хотели бы видеть здесь еще больше военной техники и другие современные технические средства для сдерживания противника. Технические средства – главный вопрос. Например, Литва давно уже предлагает разместить на своей территории американский противоракетный комплекс дальнего действия «Патриот». И, кажется, он может появиться уже этим летом. Правда, временно. Литовские СМИ ссылаются на некого анонимного источника из делегации Джеймса Мэттиса. Сам глава Пентагона от прямого ответа уклоняется, но настаивает группировка НАТО в Балтии ради мира. Мы здесь укрепляем только оборону. Я слишком уважаю армию России, поэтому не могу себе позволить думать, будто россияне всерьез полагают, что наше оружие носит наступательный характер. Потому любое наращивание боевого потенциала в регионе со стороны России – это дестабилизация всего региона. Наша деятельность в Литве и других демократических странах не представляет никакой угрозы для России. Намеками и полунамеками на этот раз выражалась даже президент Литвы Даля Грибаус, пускай это и в обычной жизни дама решительная и прямая. Нам необходимы все возможные технические средства, чтобы обеспечить оборону и возможность отражения угрозы. Мы готовы вместе с американской стороной обсудить, что конкретно и в каком объеме. Визит Джеймса Мэттиса получился настолько же тайным, насколько и стремительным. За сутки пребывания в Вильнюсе он успел за закрытыми дверьми переговорить со всеми военными министрами всех трех Балтийских республик и напоследок навестить роту американских пехотинцев, которые несут службу в Литве. И улетел. А местные журналисты и политологи еще долго будут гадать, что же имел в виду глава Пентагона. Андрей Лешкевич, Денис Тарасенко, Балтия неделя. Визит главы Пентагона в Литву не очень удачно совпал с торжествами по случаю Дня Победы. В иное время местные СМИ уделили бы Джеймсу Мэттису гораздо больше внимания. Но тут 9 мая. В чем пикантность ситуации? В том, что никаких официальных торжеств власти не устраивают. Но на улицы Балтийских городов выходят десятки и десятки тысяч человек. Такие массовые акции случаются здесь только по большим праздникам. А если праздника в официальном календаре нет? Вернее, 9 мая считается в Евросоюзе Днем Европы. Но все эти люди, точно известно, идут отмечать совсем иной день, День Победы. Феномен, с которым приходится считаться всем, даже тем, кто не приемлет эту дату. Конечно, мне все это не нравится. Ходить по городу с этими ленточками. Я просто не понимаю, зачем все это нужно. Мы в Латвии живем или где? 9 мая мы не празднуем Победу, потому что ее не было. Мне это не Победа. Что мы выиграли? Ничего. Нет, этот день для нас не важен. Окей, я понимаю, это День Победы во Второй мировой, но для эстонцев это еще и начало советской оккупации. Но для многих русскоязычных балтийцев 9 мая однозначно День Победы Советского Союза над нацизмом. Вот так его отмечали в Риге, в Парке Победы. Начали утром, закончили вечером, под салют, а на сцене весь день шел праздничный концерт. По данным полиции, в парк пришло более 100 тысяч человек. Это для нас святое. И никто эту память не может ни задоптать, ни убрать, ни как бы не хотели. В Вильнюсе люди шли на кладбище Анта-Кальнисы, где расположен мемориал павшим советским воинам. Тысячи людей несли цветы, а из репродукторов фоном звучали советские песни. Я считаю, что это праздник большой. И всем тем ветеранам большой поклон от меня и большое им спасибо за то, что они сделали для нас эту страшную войну. Они выиграли. Также массовый День Победы отметили во многих других крупных городах региона. В Клайпеде, в Даугов, в Пилсе, в Нарве. Ну а как встречали 9 мая в Таллине, узнаем сейчас от Ольги Шакиной. Раньше этот солдат стоял в центре Таллина. Для одних символизировал победу в войне, для других советскую оккупацию. Теперь он символ конфликта части эстонцев с частью местных русских. Десять лет назад власти перенесли памятник подальше от старого города, на военное кладбище. Каждое 9 мая этот район превращается в маленькую Москву. Слышна только русская речь. В супермаркетах появляются красные гвоздики, которые в другое время и в специальном цветочном магазине не найдешь. На прохожих не только георгиевские бантики, но и российский триколор. Эти ленты энтузиасты получают в посольстве РФ, а потом раздают всем желающим. А что вы делаете? Даю. Несмотря на рабочий день, люди подтягиваются с 10 утра, поздравляя друг друга с победой. Ветеранов должны привезти на специальном автобусе. Пока их нет, внимание и благодарность собравшихся достаются единственному старику с медалями, который оказывается просто бывшим кадровым военным. Я, как говорится, родился в Литве. Вторую мировую, уж таким-то я был. А, вы были еще не... Подносчиком был. Был, как говорится, немецкой стороне, и потом российской стороне перешел, понимаешь. Понятно. Как только, как говорится, российские войска освободили, как говорится, наш край, так я, как говорится, нормально в случае уже начал службу. Воевавшие во Вторую мировую появляются чуть позже, после того, как солдату кланяются послы России и Беларуси. Участников ВОВ и блокадников в Таллине сегодня около пяти сотен. Из них до монумента добралась едва ли половина. Полковник Василий Иванович Мысляев, курсант, попавший в мясорубку при Севастополе, рассказывает свою историю, пытаясь вспомнить каждую деталь. Войну я прихватил только три недели, потому что мы под сараем пытались задержать заступавших немцев. В 43-м году, получив звание лейтенанта, был направлен служить в блокадный Ленинград. Организаторы – комитет потомков участников войны. Около 15 человек, один из которых – активист Максим Рева, ярый защитник бронзового солдата. После так называемой «Бронзовой ночи» в 2007, чуть не обернувшейся гражданской войной, Рева эмигрировал в Россию. Приезжает в Таллинн только в День Победы, как он говорит, поддержать ребят. В мае потомки участников войны собирают ветеранам деньги, по их уверениям, на слуховые аппараты и костыли, которые, как они говорят, эстонские социальные службы предоставить не готовы. А пенсионеров, ну, к сожалению, государство никак о них не заботится. Кстати, социальная служба государственная работает неплохо. То есть вот эти патронессы, все это социальная служба, они работают, они приходят, там работа лучше, и их не заменить. В основном ветераны, да, действительно нуждаются не сколько помощи на дому, а сколько помощи выхода. То есть вот на праздник куда-то выйти. Завершается праздник на кладбище. Неожиданно, такого в прежние годы не было. Юные активисты, что с утра несли караул у памятника в форме Красной Армии, переодеваются в союзников и несут к монументу французский, британский, американский флаги. А в толпе обнаруживаются англоговорящие. Джереми рассказывает, что без жены русско-эстонского происхождения никогда бы не узнала о том, что окончание войны вообще принято праздновать. Англичане гораздо сдержаннее отмечают, правда? Хотя мы прикалываем на одежду маки. Маки, да, но здесь у праздника гораздо больше размах. Я чувствую себя буквально вдохновленным, находясь здесь. Но в общем, я думаю, что оба дня и 8 и 9 мая для нас одинаково важны. Это радость со слезами на глазах. День победы! День победы! Ольга Шакина, Данил Жилинский. Балтия неделя. Вторая мировая война для одних стран закончилась поражением, для других – победой. А чем она была для Литвы, Латвии и Эстонии? Балтийские страны, они победители или проигравшие? Статистика Второй мировой войны глазами местного жителя. В картинках. 9 мая. Праздник победы или начало оккупации? 9 мая – праздник для балтийских стран неоднозначный. Это можно понять. Ведь на той войне жители Балтии были вынуждены воевать на обеих сторонах и порой друг против друга. Эстония. В рядах немецкой армии служили примерно 90 тысяч эстонцев. В Красной армии их было около 50 тысяч. С обеих сторон погибло до 20 тысяч человек. Латвия. Под немецкими знаменами воевало 150 тысяч латышей. Из них 40 тысяч погибли. 50 тысяч попали в советский плен. В Красной армии 130 тысяч жителей Латвии. Погибли 35 тысяч. Литва. На стороне Германии служило примерно 50 тысяч литовцев. Из них погибло 15 тысяч. В советской армии воевало 150 тысяч литовцев. Погибло до 40 тысяч. И немцы, и советское командование отмечало, что литовцы, латыши и эстонцы были хорошими солдатами. И не только солдатами. Некоторые из них дослужились до генеральских погон. А многие были удостоены высших боевых наград. Так, среди эстонцев звания Героя Советского Союза удостоились 9 человек. Среди латышей 12. А среди литовцев было сразу 15 Героев Советского Союза. Но Вторая мировая война для стран Балтии закончилась трагедией. В результате войны, холокоста, массовых репрессий, бегства и депортаций коренное население региона сократилось на 30%. Совокупно Литва, Латвия и Эстония потеряли 1 миллион 700 тысяч человек. Но все эти жертвы не принесли региону свободу. Страны Балтии не значились в списке победителей. По итогам Второй мировой войны Литва, Латвия и Эстония окончательно потеряли свою независимость. На связи с нашей студией писатель, культуролог и краевед, я бы сказал знаменитый краевед из Эстонии, Йосеф Кац. Добрый вечер. Добрый. Как истории те стран Балтии формулируют, определяют место Литвы, Латвии и Эстонии во Второй мировой войне? Ну, мне сложно говорить от лица, конечно, всех историков, но, наверное, если мы будем говорить о мейнстриме, то это вот очень хорошее название сделано у новой выставки в Эстоническом музее Эстонии, которая посвящена именно этому периоду. Это фигуры на шахматной дасте. Это государства, которые не имеют своей воли, которыми играют те или иные глобальные силы. Если говорить конкретно про 9 мая, для Эстонии что это за дата? День победы, день поражения, день оккупации? Это историческая дата. Это такая же дата, как, например, день, наверное, окончания Второй мировой войны на Техиокеанском театре военных действий. Или же, скажем так, наверное, такое же, как дата окончания Первой мировой войны в Европе. Это, безусловно, важная, значимая историческая дата. Но эта дата не нашей истории. Мы были ни на стороне проигравших, ни на стороне победителей. Мы были, скажем так, полем действия для других. Наше мнение не спросили. Но все же 9 мая имеет положительную окраску. Но нацизм победили все-таки. Это день, который, к сожалению, окрашен не столько такими разумными доводами, сколько во многом эмоциями. То, во что сейчас в странах Балтии выливается отмечание этого дня, действительно может вызвать у части местного населения достаточно сильное такое отторжение, если это будет угодно. Но, опять же, ведь, может быть, жалко, что за этой внешней мишурой, за всей этой, скажем так, атрибутикой забывается именно значение даты прекращения сильнейшего, крупнейшего кровопролития в Европе современной. К сожалению, вот эта вот вся, скажем так, праздничная, праздничный треск, праздничный антураж с одной стороны, с другой стороны, наоборот, нежелание в этом празднике участвовать, надвигают что-то важное на второй план. Это было мнение писателя, культуролога и краеведа из Эстонии Йосефа Катса. Спасибо большое. Хорошо, спасибо. Вторая мировая война закончилась 72 года назад. Для большинства европейцев это уже седая история. Все меньше эмоций, все больше взгляд со стороны. Или просто холодный расчет. Боевые награды ветерана Второй мировой стали уже историческими артефактами. А артефакты имеют свою рыночную цену. Мария Андреева узнавала, почем нынче в Латвии можно купить отвагу. Медаль за отвагу. Для меня 9 мая, объясняет нам ветеран войны Александр Децелюк, это в первую очередь день памяти. Памяти тех, кто не вернулся домой. Сам он домой вернулся, повезло. На его груди медали за отвагу, за боевые заслуги. Но главная гордость – орден Красной Звезды. Я служил 2,5 года в штурмоводе, зандр, развед, рота, морская пехота. Его забрали на фронт мальчишкой в 16 лет. Рядовой Децелюк прошел от Одессы до Берлина. О своих боевых подвигах рассказывать не хочет. Главное, что выжил, говорит ветеран. Нина Ярцева была в составе войск, освобождающих Ригу. Служила в разведке. Говорит, что война – это страх и ужас. Из всех своих наград она выделяет орден Отечественной войны. Остальные, по большей части, юбилейные. Мне ничего, это не надо. Только присылает и расписаться, больше ничего. Заботится о нас полностью. И вообще я благодарна, что о нас помнят. Одни скажут, что память бесценна. Другие назовут конкретную цену. Цену памяти, победы и славы. Боевые советские награды сегодня в большой цене. И коллекционеры устраивают за ними настоящую охоту. Но частенько редкие ордена и медали всплывают на местном блошином рынке. Среди касок, военной формы – нет-нет, да и мелькнут награды. Рассказывать, как они попали на прилавок, торговцы отказываются, пугаются камеры. Но за кадром объясняют, что медали чаще всего несут сюда местные жители. Продают задешево. Потом задорого их покупают туристы. Чтобы приобрести действительно что-то редкое, надо идти в антикварный магазин. Все цены в евро. Самый дорогой, так скажем, орден Ленина – от тысячи до двух тысяч. Да, трудовое красное знамя боевое, даже довоенное, он 15 тысяч может стоить. Цены разные. Медаль за боевые заслуги, к примеру, всего 35 евро. Орден славы – 120 евро. Здесь сзади, на закрутке, есть номер. У каждого ордена есть свой порядковый номер. По нему можно узнать, кому конкретно вручалась награда и когда. Этот орден Отечественной войны стоит 80 евро. Из медалей – самые дорогие, те, что вручены солдатам во время войны или сразу после. Медаль за кадром работает в этом бизнесе несколько лет. Много разных историй ей довелось слышать. Говорит, чаще всего медали приносят родственники ветеранов. Люди уезжают из страны и не хотят брать с собой лишние вещи. Так награды их бабушек и дедушек становятся товаром на прилавке. Для меня это ценность, для меня это память, которая… Ну, я не знаю, что должно произойти. Не дай бог, чтобы что-то такое произошло, чтобы я просто взяла и принесла. Офицерские награды моего деда. Не знаю. Раскупают медали быстро. Особенно редкие экземпляры. На особым счету они тоже всплывают время от времени немецкие награды. В интернете стоимость нацистского железного креста начинается от 50 евро. За границей в Западной Европе намного дороже. Мария Андреева, Балтия, неделя. Что осталось за кадром нашей программы, кроме 9 мая, вспоминает Андрей Лешкевич. Традиционная рубрика «Обзор балтийских СМИ» за неделю. Хочешь купить в Латвии землю? Учи латышский язык. Сейм Латвии требует, чтобы иностранные покупатели латвийской земли говорили на государственном языке на уровне B2. То есть человек должен уметь свободно выражать по-латышски свои мысли, читать и писать, в том числе официальные документы. Ранее законопроект раскритиковал президент Латвии Раймонд Вейюнис. Он назвал поправки абсурдными и вернул их на повторное рассмотрение. Сейм рассмотрел и сделал требования еще более жесткими. Закон может вступить в силу уже 1 июля этого года. Шпионский скандал в Эстонии. Продавец детских колясок, примерно семьянин, оказался российским разведчиком. 30-летний Артем Зинченко на протяжении почти 10 лет тайно собирал информацию об эстонских гособъектах и передавал ее в Россию. Причем бесплатно. Сам Зинченко гражданин России. Он успел получить в Эстонии вид на жительство, обзавелся семьей, построил здесь успешный бизнес и приобрел участок земли. В конце концов, эстонские спецслужбы его разоблачили. Суд приговорил Зинченко к пяти годам тюрьмы. Эстонского депутата осудили за интервью российским пропагандистам. Ольга Иванова, депутат Рейки, Когу 9 мая пришла возложить цветы к бронзовому солдату в Таллине и дала интервью российскому агентству «Спутник». Разразился скандал. Все эстонские СМИ опубликовали фото Ивановой в пальто а-ля шинель с красными гвоздиками и микрофоном «Спутника» в руках. Коллеги обвинили депутата в измене государству. Даже премьер Эстонии, однопартийц Ивановой Юрий Ратос, лично попросил ее больше так не делать, поскольку «Спутник» не является средством массовой информации, но продуктом Кремля. Сама Ольга Иванова заявила, что не делит СМИ на правильные и неправильные. В литовских официальных документах могут появиться иностранные буквы. Сейм на первом этапе одобрил написание в паспорте имен и фамилий нелитовскими буквами. Речь, в частности, идет о букве «В», которую поляки, а их в Литве проживает более 200 тысяч, читают как «В». Многие годы выходцы из Польши требуют прекратить дискриминацию при написании имен и фамилий в личных документах. У поправок есть и противники. Они считают, что введение новых букв принизит статус государственного языка. Литовский парламент вернется к рассмотрению этого вопроса 20 июня. Беспрецедентный случай в Вильнюсе. Суд обязал казино вернуть проигравшемуся игроку его деньги. Речь идет о литовце, который накануне спустил в рулетку и карты 16 тысяч евро. Дело в том, что ранее мужчина написал заявление с просьбой не пускать его в игорные дома города. Это письмо служба контроля за играми разослала во все местные казино. Но данное конкретное заведение проигнорировало просьбу и разрешило незадачливому литовцу сесть за игровой стол. Теперь казино будет обязано возместить его в проигрыш. Ну и напоследок спортивная сенсация. То, что согревает или согревало души латвийских болельщиков. В эти дни в Германии и Франции одновременно проходит чемпионат мира по хоккею. Мало кто мог ожидать такого результата. Да, в принципе, вообще никто не ожидал. Вот так выглядела турнирная таблица после третьего тура. Латвия на первом месте. Ниже нее Россия, Швеция, США, Словакия. Фанаты латвийской сборной не верили своим глазам и срочно скринили эту картинку. На память. Латвия на чемпионате одержала три победы подряд. И равна была самой Канаде. Канада возглавляла таблицу во второй группе. Скептики понимали, что в покал это еще просто не столкнулись с главными соперниками. Но радости патриотов это не уменьшило. Всю неделю страна улыбалась. Вот на этом радостном моменте мы и прервем наш рассказ о хоккее. К чему нам плохие новости? Это была программа «Балтия. Неделя», 32-й выпуск. Скоро увидимся здесь же, на телеканале «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова